Всем привет, друзья! С вами Болтарез и визуальная Набелла продолжается. В прошлой серии мы остановились на третьем акте, а точнее мы его прошли, и сегодня у нас четвертый. Третья глава, четвертый акт. — Надеюсь, герой готов к битве с темным лордом, — сказал отец. — Герой всегда и ко всему готов. Уж поверьте мне, он очень сильный человек. Будем надеяться, нам бы не хотелось видеть поражение человека, о котором я столько слышал. — А как же ваше известное «Бог поможет»? — с легкой ухмылкой спросил парень. Мужчину явно перекорежил от этих слов. — Я не слишком... А не слишком ли вы смелы говорить такое главе церкви? — Дядя, вы не знаете меня. — Отнюдь. Я знаю о тебе куда больше, чем ты можешь подумать. — Извините, может, нам стоит пойти дальше? — Не хватало мне еще проблем тут. Мне меньше всего хочется, чтобы это тело было хоть как-то повреждено. Оно и так ни на что не горится, хотя, пересмотрев его мысли, могу сказать, что это неудивительно, что он настолько физически и морально слабый. Было такое чувство, будто глаза священника стали еще больше, вылупившись на мальчика. Но в то же мгновение он изменился в лице, напялив улыбку. — Хорошая идея, нам и вправду стоит поторопиться. — Окей, движемся отсюда. — Шато и Руру присоединились к команде. — Интересно, как у них прошла ночь? — Мы вас уже заждались. — Извините, мне нужно было в уборную попробую еще снимать доспехи. — Неловкость повисла в воздухе. — Ладно, хватит стоять. Пойдем. — Извините, мне нужно отлучиться. Думаю, ученик сможет провести вас королю и без меня. — Верно, Хьюго? — Да. Вздрогнув, он ответил. Голос мальчика звучал очень тихо и напуганно. — Вот и славно. Мужчина в черном одеянии скрылся с нашего поля зрения. — Герой не отводил глаз от меня. Неужели он меня заметил? — Сейчас нельзя ничего предпринимать. Он слишком силен. — Да еще и не один. Нужно действовать по плану. — Пожалуйста, следуйте за мной, хорошо? — Сейчас, сейчас мы его куда-нибудь в подворотню-то из... Довольно красивый замок. Ты часто здесь бываешь? Если я правильно помню тебя, ведь Хьюго зовут, верно? — Верно. — Ты ведь понимаешь, что я герой? — Конечно, сэр. А что он от меня хочет? — Если у тебя есть какие-то проблемы, ты можешь сказать мне. В этот момент вся группа остановилась, посмотрев на Шутто. — Твое тело... Кто сделал это? — Сэр, я не понимаю вас. — Черт. Так он все-таки догадался. На твоем теле следы от побоев и также бородавки, как и у того священника. — Внимательный парень, однако. — Это мелочи, сэр. Вам не стоит беспокоиться. Не забери я тело этого парнишки, ему бы твоя помощь понадобилась, герой. — Уверен? — Че он доебался до меня? В лицо Хьюго перекосилось, показывая совсем непонятную эмоцию. — Что? — Я думал, что подавил сознание этого парня. Почему он до сих пор пытается идти против меня? — Не позволю. Эмоции на его лице вмиг пропали, словно их и не было. — Просто по городу странные болезни ходят. Вот и нам посчастливилось с Верховным Папой заболеть. — На все воля Божья, как говорится. — И правда. — Может, нам стоит продолжить наш путь? — Да, мы слишком долго просто стоим здесь. — Ну, ты как бы начал эти разговоры. Взял до парнюшки и доебался. — Мы пришли. Я могу вас покинуть. — В этом нет необходимости. Собранные, как я знаю, будут приходить в главном зале? — Верно. — Так, что ты идешь с нами? — О, хорошо. — Черт. Хотя это можно повернуть в свою сторону. Смотреть на представление с первых ренов куда интереснее. А оно начнется с минуты на минуту. Взгляд героя заставляет меня нервничать. Аура сильного создания она чувствуется сразу. Взгляд, который смотрит прямо на меня. — Герой, наконец-то мы вас дождались. Надеюсь, для вас не было большой проблемой добраться к нам. — Сказал король. — Конечно нет, все замечательно. Вот и славно вы очень вовремя. Собрание скоро начнется. У меня есть для вас одна очень хорошая новость, король. Думаю, вряд ли найдется новость лучше, чем то, что вы с нами. Возможно, но она не менее хорошая. Место расположения убежища темного владыки. Если предположить, что тот эльф говорил всю же правду, то оно на границе между лесом эльфов и лесом зверолюдов. — Вы же понимаете, что это значит? Это огромный плюс для нас. Мы сможем послать все наши войска в одну точку. Все, что остается, это согласовать все с Папой Пресвятейшим и графами земель. — Так, значит... Хм... Все идет по плану. Не думал, что все будет настолько гладко. Еще бы этот парень не пытался вырваться из-под моего контроля. Глупцы. Знали бы они, какое сейчас шоу их ожидает. Черт, этот герой все время смотрит на меня. Неужели он и вправду о чем-то догадывается? Я знаю, что он просто переживает за этого парня. Но что если это простое отвлечение внимания? На улице день. Мои силы без достойного носителя дерьмо собачье. Не охота мне как-то умирать здесь. Друзья мои, думаю, всем нам стоит пройти в зал. Думаю, нас уже все давно заждались. Постойте. О, что-то случилось, герой? Все время, будучи здесь, я чувствовал присутствие демона. Твою ж... Замолчи. Все, кто был в комнате, вмиг посмотрели на молодого священника. Его гримаса менялась, словно все тело парализовало ударом лока. Приподняв руки, он упал на колени. Все-таки, наверное, мне не стоило выбирать тени. Надо было брать рюка. Вся охрана, что была в зале, сразу же встала на защиту, заслоняя собой короля. Почему тело так реагирует? Вот оно что. Аура героя все время ослабляет монстров вокруг меня. В этом мальчике паразит. Ух ты, скотина. Сжав зубы, парень посмотрел глазами полными злости и отчаяния. Помогите. Кряхтя тело рухнуло на землю, закатив глаза вверх. Что-то, сделай что-то. Я не подохну так просто. Нет, нет, нет. Я не сдохну. Вот так. Словно ничего и не случилось, парень поднялся на ноги. Тело совсем меня слушаться не хочет. Нужно же было взять во внимание, что он герой. Кто же знал, что у него есть что-то подобное? Блять, ну он герой. Это ж очевидно, что если он герой, значит это не простой человек. Значит у него есть что-то, какие-то, блять, способности. Надо же было подготовиться поаккуратней быть в конце концов. Рюм, надеюсь ты будешь здесь с минуты на минуту. В нем очень сильный паразит. К нашему счастью, для меня это небольшая проблема. Окружите его, я постараюсь извлечь эту заразу. Понял тебя. Король, пожалуйста, отойдите. Бля, похоже у меня нет выбора, придется сражаться. Вы не получите этого мальчика живым. О, что такое? Не успел он договорить, как зиг выстрелил в сторону тени. Так, а я не успел, я мышку то убрал в сторону, а вот. Оп, оп. Все прекрасно парировал. Похоже мальчика им и не особо нужен. Ладно, тело до сих пор не слушается, все что я могу это защищаться. Я подстрахую, приступайте. Хорошо, вперед. Сейчас, блять, болтарец вам покажет, как тут нужно профессионально парировать удары. Быстрый зараза, похоже мальчик им особо и не нужен. Тело до сих пор не слушается, все что это я могу защищаться. И Руру опять сообщает о том, что будет им помогать и страховать. Но я пока отбиваюсь. Мне не выжить, их слишком много. А это тело бесполезный кусок говна. Я не смогу долго так держаться. Похоже они готовятся к еще одному удару. Кошлинув кровью, тело покрылось с трещинами, через которые вырвались щупальца. Хорошо, раз уж вы хотите поиграть, сделаем это. Может быть, если я буду попадать во все эти знаки восклицательные, то может быть... Что такое? Может быть, я их всех убил? Странно, что пятый акт не выделялся, потому что обычно, когда наводишь на акт, он подгорает. Загорается, точнее. Надеюсь, хоть ты меня не подведешь и станешь серьезным противником. Это мысли Шота. Ребята, будьте на чеку, кто знает, что он может сделать. Пора кончать с тобой. Щупальца извивались, готовясь к атаке. Ну что же, погнали. Раз, два, три. Покажи мне больше силы. Ну же. Пока я успеваю. Пока я делаю все правильно. Давай же больше. Слушай. Да сколько тебе надо, блять? Когда ты угомонишься? Я не дам тебе просто сдохнуть, кальмар переросток. Ты что, меня хочешь мучить? Удары не прекратились ни на минуту, заставляя тень отступать, тем самым прижав ее к стене. Давай, сволочь, я с тобой еще не закончил. Ты не человек. Ты монстр. Не ожидал такого услышать от такого, как ты. Тень обвиняет человека в том, что человек монстр. Понимаете, ребят? Может быть, действительно он станет нашим союзником и мы будем править вместе? Хотя нет, пошел нахуй. Править я буду один. Тебе некуда бежать. Отпусти парня и я не убью тебя. Думаешь, я настолько глупый? Возможно. Но думаю, инстинкт самозащиты у тебя должен быть. Я создание куда старше всех вас взятых. То есть, гордыня тебе не даст этого сделать? А ты меня хорошо понимаешь, герой. Не будь мы по разные стороны баррикад, возможно, смогли бы подружиться. Извини, меня от тебя выворачивает, а мысль того, что такой, как ты, будет находиться рядом, не даст мне покоя. Мне даже сейчас не особо приятно смотреть от тебя, так что я с радостью убью тебя прямо сейчас. Стой! Убьешь меня, умрет и этот парень. Думаю, я смогу его спасти. С меня вполне неплохой лекарь. Да, да. Шота направил свою руку в сторону молодого священника. Комнату озарил небесный свет. Еще один монстр, которого я сейчас уничтожу. Стой! Ради руру. Ради всех тех, кто стал жертвой темного владыки. Постой, да постой же ты. Умри. Походу, тень хотела что-то важное сказать. А может быть, оттягивала неизбежное, так сказать. Что это было? Что, нас въебали? А, нет, подождите. Это Рюк пришел на помощь. Рюк врывается. Точнее, вырывается, наверное, из тела или что? Или это он действительно пришел? По всей комнате разлетелись обломки стены, покрывая все дымом в перемешку с плю. Да, он ворвался. Что это за чудовище? Мы не только что передали, что на город напали. Армия нежити окружила нас. Армия нежити. А где эти зверолюды или как там? Ну, короче, минотавры вот эти, они тоже со мной пришли? Откуда? Почему так быстро? Что вообще происходит? Это за подня? Уберите короля отсюда. Нам нужно обеспечить его защиту. Что-то, похоже, это и есть тот самый темный владыка. Это невозможно. Он решил сам прийти к нам? Один? Насколько же он самоуверен? Не знаю, но нам нужно быть осторожными. Тебя неплохо потрепали тени. Ты хорошо выполнил свою миссию, а теперь моя очередь. Пора умирать, ублюдки. Эпичная музыка на заднем плане. Схватив парня за горло, монстр поглотил тень, выбросив тело в сторону. На этот раз я сделаю все как нужно. Ну давай, покажи как надо. Ууу, и пошла заставочка. Классно. Экшончика какого-нибудь бы еще тут хотелось. Прямо чтоб кишки, мясо прям просто все забрызгало кровью тут. А это не фален, наверное, да? Гигантские вот эти вот создания. Какого черта? Что это было? Не может быть. Разведка передает о появлении огромного скелета. Дело дрянь. Нам придется разобраться с ним как можно быстрее. Они могут и не дождаться. Направляйтесь с руру к ним. Не позволю. Это наш бой. Сначала тебе придется разобраться со мной, уродливая ты скотина. Как только герой встал напротив монстра, руру и зиг выбежали на помощь остальным. Твоим друзьям не выжить. Никому не выжить. Город скоро падет. Это только дело времени. Герой, это конец для тебя и твоих друзей. Я не позволю вам выиграть. Не дам и шанса для этого. На моей стороне орды зверолюдей и нежити. На этот раз я не проиграю. Не имею права. Рот монстра испускал дым всем своим видом, показывая ярость. Пришло время перемен. Ох, как это актуально в наше время. Руру, сзади. Ща, ща, Минотавры тут всех накрошат. Девочка резко отскочила в сторону, запустив фейерболк зверолюда. Как же их здесь много. А еще, что нам делать с этим? Да ты сначала убей всех зверолюдей. Их надо в авангард. Их вперед надо пускать. Их не жалко. Хотя нет, с другой стороны, лучше все-таки пускать скелетов. Потому что я их могу вызывать сколько угодно, пока у меня есть мана. Надеюсь, что-то справится. Иначе нам всем будет не сладко. Мы не можем подвезти его. Зик, отправляйся к гиганту. Я постараюсь помочь солдатам. Ты уверена? Да. Он может разрушить весь город. Окей, пожалуйста, будь осторожны. Рвангус вместо Зик направился в сторону гиганта. Ну а что он там может сделать со своей винтовкой обоссанной? Нельзя допустить, чтобы хоть один из нас проиграл. Мы отобьем. А план хорош. Меньше чем за полчаса город уже превращается в развалины. Главное сконцентрировать свои силы на Нефилиме. И город будет наш. Ну давай ты занимайся этим, лысый. Давно не виделись, Анон. Сказал мужчина. Что за мужчина? Красивый мужчина в отличных трусах? Глава четвертая. Угу. А глава четвертая у нас получается прям сразу делится. Да? То есть я что, я должен выбрать сторону? Типа темная концовка и светлая? Блядь. Естественно. Естественно мы пойдем вот по темной стороне. А может быть потом я кстати смогу переиграть и пройти уже за этим. Размеремся. Не знаю. Не будем мы забегать вперед. Ты сделал свой выбор, когда решил появиться на мои глаза. Знаешь, что злодеи всегда проигрывают. Будешь мне это говорить, когда я тебя... Когда я тебе член в горло затолкаю. Вот так вот. Постой. Ты же не сможешь разговаривать. Ха-ха-ха. Шуточка за триста. Твоим друзьям не выжить. Как и тебе. Тело монстра подрагивало, не давая ни одной из частей полного контроля над ним. Рюк, черт тебя возьми, отдай мне мое тело. Сейчас мы увидим, как ты будешь сражаться без моей помощи. О чем ты? Герой с недоумением смотрел на злодея, разговаривающего с собой. Неважно, чем быстрее я закончу с тобой, тем быстрее я смогу помочь друзьям. Какой ты добрый. В этом мире не все так просто. Герой, не слушай эту мямлю и скорее нападай. Или ты такой же? Мне надоела вся эта пустая болтовня. Я темный лорд, будущий повелитель этого мира. Не подумал бы, что ты нарцисс. Заткнись. Что же ты? Я дам тебе шанс. Если ты не сможешь победить героя, ты признаешь, что без моей помощи ты никто. Пусть будет так. Как ты быстро согласился, однако. Ты там закончил базарить сам собой? Время вообще-то сразиться. Не разочаруй меня. Убрав лезвие меча назад, герой рванул в сторону темного лорда. Так, мышка здесь. Ага. Сразу отбился. Так, вторая атака. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Господи, а мы вообще сдать что-то будем давать или нет? А ты неплох, темный лорд. Хватит ли тебя надолго? Давай проверим. Сейчас как хвостому ебу. Резким взмахом хвост пронзил героя. Я попал? Ну, если пронзил, то да. Да. Как я и думал, ты очень силен, герой. Попробуем теперь когтями его разорвать. Хотя он в доспехах, это вряд ли поможет. Метким ударом лапы пронзил героя, заставив его отступить. Во, кажется, я на верном пути. Он отступает, мне нужно его, я не знаю, прижать к окну и сбросить нахуй. Тебе придется принять свою судьбу и умереть. Продолжаем давить когтями. Герой с легкостью вернулся оттуда. Ах ты скотина. Покажи мне больше. Я слишком быстрый для тебя. Может быть, не стоит чередовать свои удары, чтобы он не успевал к ним привыкнуть и как-то подстроиться и уклониться. Ладно, сейчас тогда мы хвостом махнем. Да ты заебал. Дай мне тебя ударить. Что это за игра в одни ворота? Не, ну вы посмотрите, ребят. Кажется, он впал в ярость. Его удары не прекращаются. Слышь, блять, а тебе что тут, мальчик что-нибудь для битья или манекен? Сука, я пропустил. Рью не успел встать в защитную стойку, как герой нанес удар, оставив порез на его груди. Тебе не победить в этой схватке. На это мы еще посмотрим. Герой с легкостью вернул... Так, я не понял. Это все, на что ты способен? Я слишком быстрый для тебя? Ну, давай. Давай проверим. Герой наносил удар за ударом, но Рью ловко парировал каждый из них. Бесполезно. Это мы еще увидим. Я тебе говорю, бесполезно. Так, я продолжу тогда хво... Оооо! Вот этого он не ожидал. Метким ударом кончика хвоста пронзил герой, заставив его отступить. Самое главное – уклоняться. Я ни в коем случае не должен быть поверженным, измотанным. Мне нужно уклоняться и копить силы, нанося точные удары. Он, конечно, герой. Он, конечно, доставит нам проблемы, но все-таки помимо него есть еще армия людей, которые мне придется уничтожить. Слушайте, а может быть я зря попадаю? Может быть в этом и смысл, что я должен когда-то промазать и... Сюжет будет развиваться дальше. Я недооценивал тебя. Ну, ты думаешь, это все, на что я способен? Рью сжал кулаки, готовясь к атаке. Тогда покажи мне больше. Ну же. А действительно, а что это у нас всего-лишь какие-то там два удара – хвост и когти? Что бы магию не использовать, например? Кто бы мог подумать, что я встречу тебя здесь? Взаимно. Давно не виделись. А ты, однако, постарел с нашей прошлой встречи. Это тот самый маленький вонючий эльф. А ты до сих пор шутить пытаешься? А что? Выходит? Но я бы не сказал. Мы ведь оба знаем, что я здесь не для того, чтобы молоть языком. Знаю я. Просто давно тебя не видел. Вот и все. Ну как там твои здоровяки? И как тебе удается держать их в узде? Ума не приложу. А это уже совсем другая история. Эльф направил свой меч на старого скелета. Время покончить со всем этим. Подняв лезвие над головой, тот направился к Анону. Махнув мечом, он промахнулся буквально на пару сантиметров от черепушки. Махать мечом явно не моя лучшая сторона. 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 Не знаю, какое-то слово было написано, я не успел прочитать. Он попытался замахнуться по вторному. Скелет парировал его атаку. Ты никчемен. Владыка все равно победит. На горизонте появился один из тройки героев. Анон попытался использовать свою магию для призыва скелетов, но у него ничего не вышло. Эльф махал мечом прямиком перед его челюстью. Вы слишком много плохого сделали. Я не позволю вам сделать с людьми то же самое, что вы сделали с эльфами. Не в этот раз. Внезапно герой по имени Зик направил свое ружье прямиком на меня. Такого что? Благо я успел среагировать, увернувшись от пули. Это было близко. Постой, что? Да, действительно. Постой, что? Я должен что-то делать или нет? Я должен на что-то нажимать? Анон не ожидал второй пули, которая пронзила его старые кости. Черт. Восстаньте мои с... Не позволю. Зик уже успел подойти ближе, направляя ружье на меня. Эй, как там тебя? Хватит разглядывать местность. Нужно убить его и осаде города конец. Может, звера-люди и сильные, но их мало. Хорошо. Убьем это и не жить вместе. Я сильнейший некромант. Да чтоб вас всех! Пора воспользоваться телепортом, иначе мне явно не сдобровать. Может, по одному я бы и смог их победить, но они сильные. Неплохо. Нельзя дать ему времени колдовать. Эльф очень отчаянно сражался, нанося удар за ударом и так ослабевшему скелету. Зик, сконцентрировавшись на цели, направил ружье на врага, стоящего перед ним. Я сейчас не настолько силен, чтобы настойно защищаться. Я закончу все одним выстрелом. Призыв! Щиты сказ! И мы успели договорить. Закрой свой поганый рот. Вы заплатите за все. Ты и этот чертов монстр. Скелета прижали, словно какую-то мышь, которая вот-вот прикончит. Получи. Вот что! Ну я что-то там понажимал. Стрелок немедля взвел курок, попав прямым попаданием нежити прямиком в черепушку. Откинув того на добрых два метра. Ну, я скорее всего здесь ничего не мог сделать, ребят. Все так и было запланировано. Все молчат. И пересматриваются друг на друга. Тело скелета просто лежало на земле. Анон был повержен. Вот и все. Вот и первые потери. Посмотрев на скелета вдалеке, можно было увидеть, как он медленно терял свои силы и распадался на косточки. Будь он немножко точнее, я бы сейчас умер. Думаю, стоит воспользоваться фактором неожиданности. Угу. А нас не убили. Но тело явно в плачевном состоянии. У нас все получилось. Штурм быстрее всего будет прекращен после нападения сил нежити. Стряхнул с себя пыль, элиф посмотрел на парня. Ты настолько уверен в том, что герой сможет одолеть темного владыку? Может, при первой нашей встрече я еще и сомневался в этом. Но не сейчас. Я полностью уверен в этом парне. Кем бы он ни был до того, как мы с ним встретились. Он явно тот паладин, что нужен этому миру. Хм. Вот как. Этому странному типу явно повезло с товарищами. Извини. Я ведь так и не представился. Зовут меня Тсивас. Зик. Просто Зик. Эти двое бы и дальше трындели, если бы к ним не подошла девушка. Это мой шанс воспользоваться телепортом. Черт. Так тщательно готовиться и умудриться проиграть таким слабакам. Они попытались остановить меня, но было слишком поздно. Какой печальный исход. Врата, откройтесь. Отлично. Шикарно. Просто. Мы успели сниматься, ребят. Их крики были очень отчетливее. Были очень отчетливее. Сделав несколько шагов вперед, скелет вошел в портал. Что, блять? Их крики были очень отчетливее. Ладно. Разработчик предупреждал. Говорил, что он с языком не особо дружит. Поэтому, как бы, и... Вот такой вот перевод. Говорит, кто-то проверял, но, видимо, не особо. Оба воина были очень сильны и не ступали друг другу почти ни в чем. Рью по большей части из-за своей способности регенерировать. Бой между ними шел уже больше часа и ни один не хотел проигрывать. Подождите, а какой там регенерация идет речь? Вы что, забыли что ли? Я тут несколько минут назад так профессионально парировал, что по мне даже никто и не попадал. Нахуй мне вообще регенерация нужна? Герой. На моей стороне бесчисленная орда нежити и зверолюдей. А на твоей стороне кто? Люди. Они никчемные. Недооценивай людей. Может, они и слабые, но они готовы бороться до последнего ради родных и близких. Ты проиграл. Мерзкое создание. Я уверен, Руру и Зик уже давно справились с твоими монстрами. Жалкий человек. До сих пор надеется, что те двое будут не бесполезны. Все это королевство вообще ничего не сможет сделать без героя. Нас куда больше. Даже сейчас нас двое против тебя одного. Меня, значит, ты забыл? Мы убьем этого парня все вместе. Да, так оно и будет. Герой улыбнулся с гордостью и поднятым духом произнес слова, которые, похоже, были явно важны для него. Как я всегда говорю, не опускай нос, даже если все пойдут против тебя. Ты не должен сдаваться. Зрачки Рью сразу же расширились. Эти слова. Я, кажется, понял, ребята, кто это такой. Да. Это он. Это Ясуши, наш друг. Ты думаешь, это он? Если подумать, все сходится. Он ведь играл светлым паладином. Не может быть. Он, наверное, сейчас не знает, кто я. Все же мой образ кардинально поменялся с момента принятия души в свое тело. Мне нужно сказать. Зачем? Зачем ему это говорить? Это абсолютно ничего не поменяет. Я более чем уверен, что каждый останется при своем и мы не пожмем. После этого друг другу руки мы все равно останемся врагами и будем сражаться до конца. Только подняв глаза, вновь посмотрев на героя, Рью увидел его мчащего на него на всех парах. Черт. Да он сейчас меня в салат преврати. Окей, я готов. Мышка здесь. Рью попытался прикрыться своими лапами, но это не давало никакого результата. Порезы пришлись на сухожилие левой руки, живот, рот и голосовые связки, разрезав горло, к моему счастью, только наполовину. Ну что, монстр, уже не такой пафосный. А почему меня въебали? Вообще без моего разрешения. Очень сильная боль не давала сконцентрироваться на бою в полной мере. Мой голос. Я не могу ничего сказать. Что такое? Почувствовал вкус поражения? Ха. Рью, нам стоит уходить отсюда, тем более, что похоже в пещере кто-то есть. Не может быть. У нас еще будет шанс поговорить с Исуши. Нет, мне нужно сказать ему. Сука, ну пошел нахуй, ебаный слюнькей. Тело резко перестало слушаться меня, подняв правую лапу. Оно открыло портал и рвануло в него. Постой! Тебе этот пидорок важнее Марии? Ты чертов сопляк. Да мне в принципе никто не может. Ну а что Мария? Ну она лежит, она лежит мертвая, спит. Спит, отдыхает, мертвая. Тело лорда оказалось около входа в подземелье. Рюк, не теряя времени, поднялся, выпустив пар сорта, умчался в пещеру. У нас нет времени для твоей болтовни, сука. Сказал Рюк. Если то, что ты сказал, правда тень, Марии в пиздец какой опасности. Я просто почувствовал присутствие чужих. Чертовы ноги быстрее. Почему? А ты то с каких пор стал гребаным овощем? Может я и говорил тебе быть серьезнее? Но она мне так же цена, как и тебе. Мы ведь один и тот же человек, не забывай об этом. Эй. Это не та комната? Черт возьми. Почему ты встал? Ты что тупой? Глаза монстра вмиг стали мокрыми. Мария. Тело словно потеряло все силы, в один момент упало на колени, опустив голову вниз. Вставай, нам ведь... Нам нужно к Марии. Обкоревшее тело маленькой девочки все так же лежало на ее маленькой кроватке, обугленная только с воспоминаниями о былой невинной красоте. Черт возьми. То есть, пока нас не было, кто-то сюда пробрался и сжег всю нашу пещеру вместе с Машкой, что ли? Сжав лапу в кулак, монстр врезал со всей силы в землю, полностью уничтожив ее, оставив на ее месте культю. Это не остановило его, и он продолжал снова и снова уничтожать свою руку об пол. Блять, ты бы лучше так уничтожал этого героя, своего дружка Ясуша. Опять, опять, какой я бесполезный, какой же я бесполезный. Той же рукой монстр врезал себе по лицу еще раз, еще превращая его в кашу. Как же я ненавижу себя. За что? За что? То, ради чего я жил. Уничтожен. Убью, убью, блять, всех. Если она не заслуживает жизни, тогда ее не заслуживает никто. Да. Согнувшись, монстр взревел от боли, переполнявший его. Как бы он ни кричал, как бы он ни стонал от боли, она не исчезала. Я... Мы... Разорвемся, Володу, что сделала это. Но Марию не вернуть, черт возьми. Попытки монстра были похожи больше на конвульсии и создание, которое вот-вот умрет. Марию медленно поднял свою голову, держась за землю всеми своими конечностями. Он медленно полз с кроватки его маленькой девочки. Подняв свой взгляд, он не мог поверить своим глазам. Он больше ничему не мог поверить. Аккуратно прикоснувшись своей лапой к ее щеке, он заплакал, сжав зубы. Пожалуйста, вернись. Слышишь меня? Ты мне нужна? Не уходи, Мария. Я ведь не смогу без тебя. За время, которое я была со мной, ты стала для меня всем. Почему я должен терять тебя? Эй, Рюк, почему ты молчишь? Назови меня тряпкой. Давай. Забери наконец-то это гребанное тело. Ты был прав. Я слишком слаб. Я потерял все. Буквально все. Они хотят, чтобы я стал монстром. И я им стану. Стану монстром. Придурок. Не этого она хотела. Сделай то, что ты пообещал. Окей. Убрав слезы, монстр поднялся на ныне. О чем там обещали? Но сначала мы убьем этих сук. Да, все правильно. О, вы посмотрите, кто пришел к нам в пещеру. Вы, сволочи, вы это сделали. Тело буквально горело от гнива. Все мое естество переполнено болью. Я порву вас на клочья. Я очутился напротив парня, что был в замке с героем. Так, значит, это вы. Как же я зол. Ох, сейчас мясо будет, ребят. Сжав кулак, он со всей силы ударил парня в живот. Не почувствовал особого сопротивления. Кулак вышел со стороны спины, проткнув его насквозь. Эти людишки что-то кричали друг другу. Но я не мог их услышать. Точнее, не хотел. Мне было плевать на это. А не те, кто сделали это. Они убили Марию. Почему тело не слушается меня? Слушается. Сейчас твое тело в режиме берстерка. Ты отдал свое тело гневу. И оно не успокоится, пока не получит то, что хочет. Вот как? Мария. Вы сожгли мою Марию. Вы убили ее. Подонок. Она уже была мертва. Нет, ну я здесь Руру согласен. Она действительно уже была мертва. Они всего лишь, так сказать, придали тело огню. И все. Утилизировали. Органы парня превратились в кашу. Мне хватило убрать руку, чтобы он сдох. Не лги. Еще бы немного. И она бы проснулась. Глупец. Открой глаза. Она уже как несколько месяцев там гнила. Но я об этом и говорил в прошлых сериях, что она, по идее, там уже должна гнить и вонять лежать. Но нам показывали картинку. Она вполне ничего себе была. Но, скорее всего, это как бы взгляд нашего героя в его мыслях. Она все еще была жива и чиста и невинна. Больной ты, ублюдок. Как она смеет такое говорить, тупая сука? Это она ведь спалила ее комнату. Она маг. Убью ее. Убью. Ну давайте сделаем с ней что-нибудь гаденькое. Можно было бы, допустим, оторвать ручки и ножки. Придя в себя, он сжал свои когти в кулак и вытащил свою конечность, оставив в герое огромную дыру. Нет. Зик. Да все, Зика уже не вернуть. Девушка говорила, но ее слова не доходили до меня. Хоть они и напарники Иисуши, я не пожалею их. Глаза устремились в сторону девушки, она начинала кастовать заклинания. Я не дам тебе выйти отсюда. Ты больной урод. Ты ничего не добьешься этой войной. Если ты думаешь, что люди пойдут за тобой, ты ошибаешься. Закончив заклинание, она запустила в меня фейербол, который врезался в его правую грудь, продолжая пылать. Она была ошарашена моей нулевой реакцией. Тело раскрыло когти в боевую форму, сложив их в одно острое лезвие. Еще. Так мы ее полоснули. Блять, у меня опять вылетает ухо. Норд появился прямо перед носом девушки, проткнув ее живот после, откинув ее ногой от себя. Ей было сложно держаться после такого на ногах. Еще бы. Кошленув кровью, она продолжила читать заклинания. Нельзя сдаваться, мы поклялись защищать людей. Такие хорошие слова с такого блудного рта. Я хочу, чтобы она мучилась. Ее тело снова приблизилось к ней. Девушка в тот же момент направила в мою сторону руку, из которой со вспышкой полетело несколько сосулек, проткнувших мое тело. Она со слезами смотрела на меня, в то время как руки уже готовились наносить серию мышевых ударов. «Ну давай, блять, Рюк, растерзай уже ее!» Девушка кричала от боли, одежда на ней пропитывалась кровью, а тело усеивалось ранами. Закончив резню, он откинул ее от себя. Хрупкое тело буквально дрожало от боли, молило о пощаде. Но ее дух был непоколебим. Будь на месте Руру, кто-то другой давно уже сдался, а она и дальше пыталась колдовать. Пора заканчивать. «Ты думаешь, убив меня, сможешь что-то изменить?» «Нет, просто еще одна жертва». «Марию, ты убила Машку, и ты заслуживаешь смерти». «Идиот, она и так уже...» Но мы не позволили ей договорить. Не дав девушке договорить, расправив когти, он с огромной скоростью пролетел около нее, пронзив ее когтями. Ее бездыханное тело, немного постояв, с грохотом упало на землю. Слезы перемешивались в своем цвете с багряной кровью. Девушка последний раз выдохнула перед тем, как покинуть наш мир. Вот и все. Но боль не уходит. Тело монстра понемногу приходило в норму. Они умерли, но в груди до сих пор сжимает. «Сука!» Рью повернулся в сторону звука и увидел стоящего на входе парня. «Ясуши!» «Хм, сам пришел!» «Откуда ты знаешь мое имя?» «Стой, неужели?» «Нет, не может быть!» «Рью!» «Чувак!» «Неудобно, однако, вышло. Ты убил моих напарников, еще и девушку, с которой я хотел переспать». «А-а-а!» «Все стало понятно, все ясно. Значит, у них ничего не было. Не успел!» «Они убили Марию!» «Они убили ту, кто была мне дорога!» «Хм, вот как!» «Мне похуй!» «Чего?» «Жаль, конечно, что достойным противником оказался именно ты. Никогда бы не подумал, что такой сопляк, как ты сможет достичь чего-то». «Что ты сказал?» «Вообще-то мы были друзьями». «Ясуши! Что ты такое говоришь?» «Этот ублюдок тебя использовал. Скажу честно, ты тот человек, манипулировать которым легче, чем научить собаку сесть». «Что я и говорил. Ты ведь все время помогал мне. Герой скорчил самое довольное лицо, которое только мог. Мне пиздец, как нравилось быть в центре внимания. Мне нравилось, когда ты, скулящий щенок, проходил, приходил ко мне за помощью. И как ты вообще дружил с этим паршивым типом?» «Рью, сейчас нужно быть внимательным». «Тихо! Хватит говорить в моей голове! Заткнитесь! Оба!» «Нет!» «Ясуши был добрым. Он ведь был моим другом!» «Теперь, когда я могу быть собой, и, в принципе, мне уже никто не помешает, могу сказать, что в нашей жизни по-другому никак». «Вот ты убил моих напарников. Я сейчас должен плакать. Но я был готов к их потере. Я знал, что рано или поздно это случится. Жалко, конечно, что я не трахнул эту сучку». «Ублюдок! Как я вообще мог видеть в нем друга?» «И вот ты, наверное, думаешь, что я плохой человек. Ты... Ты просто монстр. Ты хуже меня!» «Как нють. Не слова делают тебя героем, а поступки. Я не желал смерти этим двоим. Или для твоей Марии. Напротив, я хочу, чтобы все жили в мире. Просто у меня для этого своя цель». «Это все фальш!» «Давай зададимся вопросом. Есть два убийцы. Один убивает из-за гнева и личных побуждений. Другой же убивает таких, как первый. Да ему хочется за это славы, но делает ли это его хуже? Я — это злоба благо. Ты же, в свою очередь, дрянь, которая убивает ради личных интересов. «Нет, ты не знаешь этот мир. Он жесток. Как же легко быть хорошим, когда с тобой случалось только хорошее. Я тот, кто создаст новый мир на трупе старого». «Хаос ради гармонии? Неинтересное, однако, решение. Но это ничего не решит. Ненависть в людях будет всегда. Все наши расы, да и не только наши, это буквально монстры, которых сдерживает только правило. Да, не все такие. Ну, сколько же мразей на улицах? Осмотрись вокруг, Рью. Эта мразь здесь. Именно ты. Эта мразь и его друзья забрали то, что было дорого нам, и теперь смеется над нами. «Хватит! Ты только и можешь то языком молоть. Я видел другую сторону медали. Я — вынужденное зло. Ты думаешь, я стал таким по собственному желанию?» «Я — вынужденное зло? Бла-бла-бла. По-твоему, я сказал что-то не то?» «Что бы ты сейчас ни сказал, в этом мире без тебя будет лучше. Поверь, я сделаю все куда лучше». «Ты слаб? Даже не смог спасти того, кто тебе был дорог?» «Сукин ты сын. Как и ты. А что я? Я найду себе новых компаньонов». «Вот она, похоже, тебе и правда была дорога. Ничего не поменялось. Ты как был хлюпиком, так и мы остался». «Ах ты, тварь. А мы долго пиздеть будем. Давайте, может быть, уже схлестнемся в финальной битве и отомстим?» «За всех. Тело тряслось от злости, переполняемой его». «Вот оно. Давай еще. Все кончено. Теперь весь мир против тебя. Как только зверолюди узнают о том, как их владыка сбежал с места боя, думаю, они точно отвернутся от тебя. Один, как тогда, с тем котенком. Помнишь? Вот только в этот раз ты его, котенка, убили». «Блядь, ну он напрашивается. Прям, прям серьезно напрашивается. Я его сейчас отхлещу». «Улыбка на его лице стала еще безумнее». «И ты уже ничего не сможешь с этим сделать. Слабый, никчемный урод». Рюк закручал во все горло. «Рью, я чувствую силу, что сейчас копится в нем. Наше тело сейчас не в том состоянии, чтобы бороться. Есть способ победить его, вот только придется заплатить огромную цену. Верно, если поглотить сердце подземелья, ты получишь всю его силу, но потеряешь бессмертие». «Чтобы убить этого ублюдка и выполнить свое обещание, это небольшая цена. Ты верно подметил, я не один. Я один, и мне уже нечего терять». Монстр направил руку в сторону сферы, раскрыв ее, и вся энергия, что была в сердце, начала вливаться в тело демона. «Я сделаю этот мир лучше, и только неживые смогут мне в этом помочь. Только они смогут в полной мере исполнить мои приказы, и только тогда все те, кто пройдут за мной, смогут жить в мире и гармонии. И ты мне не помешаешь». Рью полностью поглотил сферу в углу комнаты, заполнив ее тьмой. Пещера без сердца медленно начала рушиться, вауны падали на землю, словно ливень. Тьма заполодила ее. Время настоящей войны. «Где ты? Ну же, делись со мной, сволочь!» «Что, обосрался, да? Навалил уже в свои штанишки?» Перепортирующийся за спину героя, мое тело со всей силы ударило ногой по его хребту, откинув вдаль комнаты. «Ты будешь погребен вместе с моим прошлым в этой пещере». Буквально вся пещера распадалась на камушке. «Нам стоит уйти отсюда!» «Согласен! Телепортация!» Оказавшись на том же самом месте, где и начался мой путь, я завидным грохотом упал на землю. Ну а что будет дальше, мы узнаем в следующей серии. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!